Ну что, пойдем покатаем меня на лыжах? Это вопиющееся негодяйство! Старший человек хочет нас соединить между собой! Не могу в это поверить, неужели он поумнел? Помнишь в прошлом году, как мы его катали? Он держал наши поводки в разных руках! И когда мы разогнались быстро-быстро, то решили обижать дерево с разных сторон! Хе-хе-хе-хе! У него тогда и лыжи тоже с разных сторон дерева попытались объехать! Но не получилось, потому что он врезался в дуб своим этим, эээ, как его? Генератором случайных человеков! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Поехали! Поехали-поехали-поехали-поехали-поехали-поехали-поехали! Что-то вы как-то тяжело его тащите! Вы что, молоко у вас съели? Да не, просто старший человек жирненький, а наши волчары очень слабенькие! Вот я бы в одиночку смог тащить нашего старшего человека! Ой, брателло, не понтуйся, ты еще маленький! Короче, парни, в этом заезде я буду забегалой! Это еще что такое? Ну, наверное, это тот чувак, который будет бежать впереди и нас бесить! Вот именно, я буду бежать и на вас обзываться! А вы будете хотеть меня догнать и укусить! Ну что, погнали? Бандит Няша! Никакой не Няша, я грозный волк! Ваше лопухое величество, ты же говорил, что впереди нас побежишь, а мы будем тебя догонять! А мы просто лениво бежим, и ты еле за нами успеваешь! А это просто... просто у меня пузяка немножко за снег цепляется, вот я и торможу! Короче, лопухи и гномики не предназначены для бега! Зато из них получаются удобные подушечки, и на них можно спать! Я не подушечка, я опасный и коварный лис, и великий корк третий! Да-да-да, бла-бла-бла! Ну блин, ну почему мне не разрешают покатать старшего человека? Я бы использовал свой супер-пук для ускорения, и мы бы как помчались! Как помчались! Не, хвостатая сарделька, тащить по снегу валяющегося старшего человека ты не сможешь! Я не понял, почему валяющегося? Он же на лыжах, а они скользят! Да потому что от твоего супер-пука он задохнется и скопытится! Хе-хе-хе! Так что сиди пока тут, а мы погнали! А ну лучше велики копытами, черепахи! А то сейчас все подумают, что вы не хаски, а пикинессы! Пенься, эта лосатая сосиска возомнился нашим тренером по скетчорингу! Если он будет сильно бесить, просто откуси ему голову! Вперед-перед-перед-перед-перед-перед-перед! Бандит, тяни! Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Погнали-погнали-погнали-погнали-погнали-погнали! А-а-а! Зачем вы на меня наступаете? Идти-идти! А ты под ногами не путайся, лопухий гномик! А то на твое ухо наступим, и оно к дорожке примернет! Хе-хе-хе! Ха-ха-ха-ха! Я без супер-пуга вас догоню! Потому что я черный лис! Я ужас летящий на крыльях ночи! Чего-то я устал! Капец! Старший человек весит, наверное, сексильон миллионов килограммов! Если бы он столько весил, вы бы не смогли его даже с места сдвинуть! Ваше лопаухое величество! А вам знакомо такое понятие, как метафора? Выражение сексильон миллионов, которое мы всегда используем, это образно! Так что не уничай тут! Кстати, да! Я когда у вас появился, тоже научился всяким вашим словечкам! Горжата, напишите в комментариях, какие смешные слова и выражения мы употребляем! Давайте заставим словарь! Ты с вкусненькими подписчиками попой говоришь? Это неприлично! Если что-то говоришь подписчикам, в камеру морды надо поворачиваться! Не учи ученого! Моим подписчикам и моя задница тоже нравится! Не только морда! Вообще-то у меня задница симпатичнее! Капец! Вам что, больше не о чем поговорить? Может хватит уже своими попами мериться? Бандит, ты халявишь! Я не халявлю! Я грамотно распределяю нагружку! На самом деле, это звучит так! Бублик нянет, а пенсия просто рядом бежит и не напрягается! Это подлое коварство! Рыжая сопля! Это не подлое коварство! Это мудрость! Ой, ну все! Старший человек переключает камеру на фронталку! Сейчас будет записывать, как он круто катается на лыжах по парку с собаками! Вот, посмотрите! Эти хаски очень устали! Очень уставшие собаки! Вперед! Давайте! Вперед! Погнали! Погнали! Ну парни, ну можно я тоже покатаю старшего человека? Ну у меня реально получится! Ты это лучше у самого старшего человека и спроси! Так, парни, не расслабляемся! У меня на вас большие планы! Я вас заявил на всероссийские соревнования по скиджорингу! Чего? И ты только сейчас об этом сказал? Капец! А ну-ка вперед, вперед, вперед! Бандит, не халявь! Бублик, сильнее выбрасывай передние лапы! Да я и так их выбрасываю! Волосатая сосиска, я тебя прибью! Ты же понимаешь, что мы должны выиграть соревнования! Иначе мы не будем самыми крутыми псами на ютюбе! Вот именно! Нам же нужно тренироваться теперь! Кстати, а когда соревнования? Завтра! Капец, как завтра? Мы же не готовы! Да расслабьтесь, волчары! Я просто вас сейчас коварно пранканул! В таком случае я отказываюсь дальше бежать! Да, раз соревнований не будет, давай искать снежных хомячков! Хомячки, хомячки, хомячочки! Какие хомячки? Нет тут хомячков! Никаких хомячков здесь нет! Нет, мы ищем хомячков! Они 100% вот за этим забором! Нету за забором никаких хомячков! А ты что, специалист по снежным хомячкам? А вот мы специалисты! Скажите, вы просто меня катать не хотите? Да, потому что ты толстый! И вообще, хватит эксплуатировать бедных несчастных собачек! То есть вам хомячки важнее, чем я, да? Прости, старший человек, но такова правда жизни! Старший человек, давай я тебя покатаю! Раз ты эти старички сдулись! Смотри, я молодой, красивый и мощный! А знаешь почему? Потому что я черный лис! Я ужас, летящий на крыльях ночи! Ну так что, можно я тебя покатаю? Хорошо, вопросов нет! Давай вперед, давай вперед! Ой, а что вообще делать надо? Парни, подскажите! Ну ты чего, совсем ку-ку? Надо сделать так, чтобы лыжи старшего человека поехали! А, я понял! Я сейчас схвачу их зубами и буду тянуть! Идите сюда, вонючие лыжики! Бойтесь меня! На вас напал великий прынский эксентр 14-й! И вы должны меня забояться и поехать! Я не пойму, а что они не едут-то? Эх, не тянуть надо! А бежать и меня тянуть, понимаешь? Не надо их тащить, кусать и тащить! Ты меня не учи, старший человек! У меня своя тактика, так что я просто продолжу пугать и кусать твои лыжи! Смотри, сейчас они начнут орать! Спасите, помогите! На меня напали огромные черные лисы! Странно, они почему-то не орут! Короче, бракованные у тебя лыжи попались, старший человек! Все, пошли домой, а то я уже замерз! На улице, между прочим, не май месяц! Брат, брателла, братан! Ну чего тебе? А куда мы едем? Александр, ты когда утром ухи компотом моешь, хотя бы косточки вытаскивай! Я тебе уже тысячу раз говорил, мы едем на море! А море это что такое? Море, это жидкий снег! Капец! Короче, горжата, это была не поездка, а сплошное горжачье расстройство! Сначала мы ехали сиксилен миллионов часов до этого жидкого снега! А когда приехали, то оказалось, что там никакого моря нету! А есть какие-то деревянные домики! А что, тут прикольно, мне нравится! Так это что, и есть море, ты обещал мне кучу жидкого снега! Ну и где он? Мне жарко, пойду воды попью! Вот, Кександр, смотри, это и есть море! Чего? Вот эта большая лужа и есть жидкий снег? Ага, причем эта лужа настолько большая, и жидкого снега в ней столько много, что по этой луже даже плавать можно! Вон, человек на какой-то фигне плавает! Алло, старший человек, ты что, совсем ку-ку? Там же жидкий снег, ты куда поперся? Походу, этот идиот хочет, чтобы мы тоже туда залезли! Дулечки-пердулечки, нам Бублик рассказывал, что это очень опасно залезать в море! Ужас! Это море мокрое! Да ну нафиг! Жидкий снег! Куда вы меня тачите, идти-идти? Что вы себе позволяете идти? Маленького щеночка корги хотят засунуть жидкий снег и там утопить! Спасите, помогите! Капец! Меня бросили в море, я тону! Срочно вызывайте коржачих спасателей! Ой, это что, я плыву? Я что, умею плавать? Капец! Офигеть! Вот это да! Я черный водоплавающий лис! Я ужас, летящий на крыльях ночи! Зачем ты меня опять туда засунул? Скотина скотинская! А если я не заплыву на берега? Ну уж нет, черные русские лисы не сдаются! Я смогу, я выплаву! Ой-ой-ой, что-то у меня задницу заносит! Ура! Я выжил! Это вопиющееся негодяйство! Маленького корги засунуть в огромную лужу! Ой, а куда вы меня тащите, идти-идти? Что это такое? Ну так, Сахожек, это море! Ты маленького няшного песика засунешь в жидкий снег? Да, будешь купаться! Я же не умею плавать! Все собаки умеют плавать! О нет! Спасите, помогите! Срочно звоните в крыльчачью полицию! Великого короля Корги Третьего хотят утопить в луже жидкого снега! У-ху! Это что? Я плыву? Я первый раз на море сразу начался плавать! Офигеть! Я самый каталист в мире! Только тут какие-то зеленые какашки в воде! Это, наверное, я кекс от испуга наделал! Хе-хе-хе! Ура! Я выжил! Брателло! Наконец-то! Я думал, ты не справишься, мне придется забрать себе все твои игрушки! Хе-хе-хе! Ну а что может быть лучше после купания? Правильно, активные виды спорта! Да, нам младший человек со своим кинтом сказали, что мы сейчас будем играть в волейбол! Ура! Волейбол! Мы с тобой, Брателло, сегодня освоим сразу два вида спорта! Волейбол и плавание в большой луже жидкого снега! Ваше Величество, а тебе не кажется, что на волейбол это не очень похоже? Ну, вообще-то да, Ваше Высочество, походу с нами играют в обычную собачку! Думаю, что благородные корки будут как придурки бегать за мячиком! Да, мы никакие не придурки, а королевские псы! У нас есть достоинства, в нас течет королевская кровь! Только у меня есть вопросик! И какой? Почему, несмотря на то, что мы аристократы, мы все равно продолжаем бегать за мячиком, как придурки? Капец! Мячик улетел в море! Все, прощай, мячик, ты был хорошим другом! А может, мы еще сможем его достать? Нет, дураков нет, я больше в жидкий снег не полезу! И так натерпелся! Правильно, пусть его младший человек достает! Ха-ха-ха-ха-ха! Я поймал его! Все, этот мячик мой! Упс! Мне кажется, с ним что-то случилось! Кажись, я его продырявил! Брателло, это попадос! Я знаю, что надо делать! Я его закопаю, и никто не узнает, что я прокусил мячик! Надо только поглубже его спрятать! Ну все, ты отлично справился! Закопал мячик так, что теперь его никто не найдет! А если кто спросит, мы его не видели! Хе-хе-хе-хе! Брателло, а почему бандиты Бутлик с нами не поехали? А потому что в тех домиках, где мы будем ночевать, пускают только с маленькими собачками, а с большими не пускают! И волчарам пришлось остаться дома! Я не понял, как мы можем быть маленькими собачками, если мы огромные лисы и намного больше этих хаски? Я даже не знаю, что в голове у этих человеков! И почему они считают хаски большими, а нас маленькими? Коржата, кстати, напишите в комментах, кто больше, мы с Коржунделем или Бублик с Бандитом? А еще напишите, умеете ли вы плавать и будете ли вы в этом году залезать в этот жидкий снег? Капец! Этот жидкий снег соленый! Офигеть! Его бить невозможно! Я вообще не пойму, но кому в голову пришло растопить кучу снега, посолить его, да еще и потом нас в него засовывать? О нет! Меня опять туда тащат! Так, Коржата, если вы будете ржать над тем, как я смешно перебираю лапами еще в воздухе, я вам уху откушу! Ай блин! Ай билин! Ай кэн свин! Ай кэн блин! Какая же вода холодная в этой вашей луже! И как кожаные человеки умудряются плавать тут без теплой шерсти! Фух, я снова выжил! Я черный лис, я ужас, летящий на крыльях ночи! Вообще-то ты сейчас похож на мокрую крысу! Ах так, получай! Капец! Ты мне прям в морду отряхнулся! Хе-хе-хе-хе-хе! Вот тебе ответочка за мокрую крысу! Да, младший человек? Давай засовывай его в лужу! Спасите, помогите! Меня хотят утопить злобные человеки! Но у вас ничего не выйдет! Я великий король Корг-третий! Братенок, красава! Я верил в тебя! А вот и тебе ответочка! Хе-хе-хе-хе! Как выяснилось, наши человеки периодически приезжают сюда летом, чтобы посидеть своей человеческой задницей на грязном пляже! Поплавать в большой луже с какими-то зелеными какашками! Это они называют отдых! Привозят с собой какие-то надувные доски, привязывают доски поменьше к ногам и цепляются за катер! А еще к этой доске прикручивают парус, причем всегда неправильно! У них он почему-то в воде валяется, и они его поднять не могут! Нет, чтобы сразу сверху прикрутить! Ну реально, балбесы! Хе-хе-хе! Кажись, у человеков есть запас мячиков! Первые они так и не нашли, и достали другой! Ну че, как думаешь, Протелло, нам его продырявить или нет? Капец, старший человек! Ты зачем его в жидкий снег тву? Как мне теперь его достать? О, смотри, тут волны! Может они его на берег вынесут? В книжках всегда все выносят на берег! Ага, дулечки-пердулечки! Брехняйте твои книжки! Смотри, его снова в море уносит! Мне этот жидкий снег уже все лапы намочил и помыл! А всем известно, что гордые корни лапы не моют! Ну все, теперь будешь как дебил ходить с мытыми лапами! Не, Брателло, у меня уже есть коварный план! Я потом по песку пройдусь, он прилипнет, и я в таком виде в машину запрыгну! А там он высохнет и отвалится, и у человека вся машина будет в песке! Хе-хе-хе! Да блин, гадский мячик! Ну как тебя достать? Пап, ну пап, папася, отец! Ну чего тебе? А куда мы опять премся? Видишь, человек-дет сидит в горнолыжной куртке и гнусно улыбается! Значит, мы едем в горы! Ура! Мы едем в горы! А горы, что это такое? Горы, Кександр, это такие пупырики из земли и камней! На них еще снег лежит! И зачем мы туда премся? Че, мы снега не видели, что ли? А не, парни, смотрите, какая красота! Пупырики, а на них елки растут и снег лежит! Ничего хорошего тут нет! Мы сейчас впереди человеков бежать будем, а они будут хотеть нас уконтропупить своими острыми лыжами! Да, год назад я даже от страха кучку на склоне навалял! Хе-хе-хе-хе! Че вы ржете? Это естественные потребности хосячьего организма! Бублик, ты че, сдурел? Во-первых, никогда на такой скорости не тормози попой! Простудишь! А во-вторых, ну нельзя же гадить посередине склона! Человеки, поздравляю! Идите, берите пакетик и убирайте какаху! Чего? Мы не хотим, чтобы за нами с острыми лыжами гонялись! Левые человеки, вам не нужны кроверские корги! Да, левые человеки, заберите нас отсюда! А то наши человеки хотят за нами на лыжах гоняться! От нас уезжаете, да? Хорошо! Пока! Да ладно, старший человек! Это мы тебя пранканули! Никуда мы с левыми человеками не поедем! Торжата, никогда не подходите к левым человекам и не советесь к ним в машину! Напишите в комментах, почему этого делать нельзя! Человек-дед, тебе кто-нибудь говорил, что ты дурачок? Ты зачем на себя пластиковые тапочки напялил? Кексиандр, это называется горнолыжные ботинки! Они их встегивают в крепление и гоняют потом по лыжным склонам! Короче, человеки, давайте в этот раз мы внизу посидим! Что-то мне подсказывает, что этот горнолыжный курорт совсем не пэт-френдли! Папася, а это чё такое пэт-френдли? Пэт-френдли это дружественный к питомцам! Ну, во-первых, у них тут руководство поменялось и теперь самых крутых собак-блогеров на подъемники не пускают! Видимо, чтобы не какали на склонах! Хе-хе-хе-хе-хе! А во-вторых, есть более дружелюбные горнолыжные курорты для собак! Например, Красная Поляна! Нас туда уже почти пригласили! С другой стороны, на склонах даже человеков могут поджидать страшные опасности! Вспомните, что в прошлый раз случилось со старшим человеком! Его тут сожрал зомби! Какая великолепная каталка! Мозги! Это ещё что за звуки? Ого! Тут кто-то лежит! Странно! В одежде доктора! Мужчина! Мужчина! Мужчина, с вами всё в порядке? Мужчина! В мозге! Я понял! Тогда пока человеки катаются на своих дощечках, мы будем знакомиться с цыпочками! Короче, цыпочки, давайте, кладьте меня! А почему все цыпочки так любят бублонавта? Потому что они не знают, какую он кучку может навалить на склоне! Хе-хе-хе-хе! Так, лопаухи гномики! А ну-ка, хватит тут обижать моего сынулика! Просто смиритесь с тем, что Хаски красивее, чем Корги! Чего, Пинцер? Да мы тебе сейчас бошку откусим! Корги красивее Хаски! Коржата, напишите в комментах, кто красивее! Мы или вонючие дверняшки Хаски! Так, я постою пока на лавочке! Во-первых, волосатые сосиски туда не допрыгнут, а во-вторых, никто меня не поцарапает кантами своих лыж и сноубордов! Но он балдисты, вообще непонятные люди! Катаются на какой-то непонятной фигне! А как отличить крутого лыжника от сноубалдиста? У лыжников две дощечки и палочки в руках! У сноубалдистов привязанная к ногам доска! Поэтому на склоне они стоять не могут, вечно сидят на заднице! Хе-хе-хе, они за себя как попу могут отморозить! О, вот эти цепочки-лыжницы! У них есть палочки, значит, можно разрешать им нас гладить! Ну, конечно, можно! Спасите, помогите, мне плохо! У меня коржачья инфаркция! Срочно вызывайте коржачью скорую! Зача, мистер Бубл, у меня получается? Надо еще поработать, хвостатая сарделька! Больше трагизма в голосе должно быть! Пенсия, а давай режим дебила включим и побегаем? Отстань, коржачья, чуть попозже обязательно включим! Давай видами гор понаслаждаемся! А почему тут снега мало, а наверху много? Потому что на склонах работают снежные пушки, они делают снег, а потом человеки по нему катаются на своих дощечках! Все, парни, время включить режим дебила и побегай! Ура, режим дебила! Ура, четыре дебила это сила! Включаем режим дебила и разнесем этот курорт в дребезги пополам! Упс, у меня тут кое-что случилось, парни! Ничего удивительного! Бублик опять хочет навалить кучку! Да не хочу ничего навалить, я в поводке запутался! Ну вообще-то поза у тебя именно такая, что ты сейчас тут навалишь кучку! Ага, причем на глазах у всех! И отмазки, что эта левая собачка сделала, не прокатят! Хе-хе-хе! Сейчас прибежит местная карачаевская охрана и будет заставлять тебя кучку убирать! Старший человек, скажи уже этим придурочным, что я просто запутался! Давай, распутывай меня! Парни, пошли смотреть видос! Человек-дед по ватсапу прислал! Посмотрим, как он катается! Да, едет как лошара! А вроде быстро для его возраста! Ему уже 71 год, а он прям гоняет! Ага, только мозгов все равно нет! Я реально не понимаю! Если тебе сиксилен миллионов лет, зачем ты напяливаешь на себя эти дощечки, платишь страшные деньги, чтобы скатиться вниз с горы! Да? 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 Можешь думать? Да что это такое? Я вообще не понимаю! Потом человек-дед приехал и покормил нас! Ну а после мы снова торговали мордами! Включали режим няши, все нас гладили, а мы просили подписаться на наши каналы! Кстати, а ты подписан на мой канал? Ну-ка срочно подпишись и лайк поставь самому крутому и коварному лису! Ты че удумал, старший человек? Ты хочешь, чтобы самый крутой лис в мире стал кататься на лыжах? Не бывает этому! Я черный лис, летящий на крыльях ночи, а не на вонючих лыжах! Аааа! Куда вы меня тащите? Иди-иди! Вы что себе позволяете? Иди-иди! Спасите и помогите! Срочно звоните зоозащитникам! Человек издевается над щенком корги и заставляет его кататься на лыжах! Совсем кукуха поехала! Кто-нибудь вызовите этому человеку психушку! Так все, я в домике, меня тут нет, я включил режим невидимости! Сколько бандиту не объясняют, что режим невидимости не работает, он не понимает! Надо по-другому делать! С больными человеками надо себя вести как больной! Вот так слюну пустить и все! Я ничего не понимаю! Где я нахожусь? Что все эти собаки и человеки? Я никого не узнаю! И на каких лыжах я кататься не буду! Нет, но это уже превышает всеразумные пределы, старший человек! Оставь мои ухи в покое! Ну просто я думаю, что ты можешь взлететь, если будешь так махать ушами, нет? Реально тупой? Не обзывайся! Да как не обзываться? Ухи, коржачья гордость! А ты ими мне тут махаешь! Не надо моими ухами махать! Серьезно ты, реально, вот если ты научишься вот так вот делать, то ты сможешь летать! Я уже умею летать! На воздушных шариках? Да, на воздушных шариках! Так, чтобы старший человек больше нас не доставал и не заставлял летать или кататься на лыжах, я предлагаю его сожрать! Отличная идея! Все, тебе капец, старший человек! Бойся, на тебя напали огромные страшные волки! Бублик, а ты куда? Папася, а я на стрёме постою, пока вы его жрёте! Если увижу полицию, то я вам свистну! Жрите его быстрее, пока никто не пришёл! Да, наше терпение лоптало! Сейчас мы тебя сожрём, и никто этого не заметит! Скажем, что ты уехал в Гондурас! Да, отольются тебе наши слёзки! Тебе капец, на тебя напали огромные лисы! А я самый опасный чёрный лис! Я ужас, летящий на крыльях ночи! Перед тем, как мы тебя сожрём, ответь на вопрос, старший человек! А я коварный! Можно, кстати, ещё и лыжи его сожрать, чтобы вообще беспалевно было! Вон, человечка идёт, давайте ей нажалуемся! Слушай, человечка, у тебя ужасный гнусный муж! Да, пока тебя не было, он издевался над несчастными собачками! Он заставлял меня кататься на лыжах! А мне ухами махал, и говорил, что я смогу летать! Да, поругай его, человечка, и еды не давай! Полгода его не корми! Да, лучше отдай его еду нам! А он вообще от тебя уехать захотел в Гондурас! У него там, видимо, левая цыпочка есть! Но мы его остановили! А потом к нам подсели какие-то человеки, и я решил взять у них интервью! Человеки, вы чё, сноубордисты? Да, мы сноубордисты! Капец! Скажите, а как вообще можно кататься на подоконнике? Хе-хе-хе-хе! Это веселее и интереснее в Драйвове, чем кататься на двух палках! Кажись, я знаю, что у нас будет на ужин, парни! Парочка вкусненьких сноубордистов! Коржата, сообщаю вам радостную новость! Наконец-то мы поехали на море! И, как обычно, не взяли с собой этих дворняжек Бандита и Бублика! Пусть тусят дома! Хе-хе-хе-хе! Ехали мы сексилион миллионов часов, и уже устали валяться в багажнике, как вдруг старший человек сказал, что мы приехали! И нас в очередной раз надули! И какое это было не море, а домики у моря, где мы были год назад! И расстроенные от того, что мы в этот день так и не увидели жидкого снега, мы с Брателлой пошли гоняться за лягушками! Их на этой базе почему-то целые толпы! Может, у них тут лягушачье королевство? Ну, а на следующее утро мы, наконец-то, поперлись на море! Наши человеки тут каждый год на День России собираются со своими друзьями и пьянствуют водку, как будто ближе места нету! Брателла, ну че ты начинаешь? Наш старший человек вообще не пьет, и никто там не пьянствовал! А я это специально сказал, потому что они опять над нами издевались! Мы вообще-то сами поплавать хотели, но вода была слишком холодной! Короче, все началось с того, что человечиха и еще две человеческие тетки решили в слоумо зайти в бушующий жидкий снег! Честно говоря, человечиха смотреть на ваши задницы, это такое себе эстетическое удовольствие! Потому что всем известно, что самые симпатичные попы бывают только у Корги! Как жара, ставьте лайк прямо сейчас, если согласны со мной! Ну так че, брателла, мы пойдем сегодня купаться? Как там, бабеечка? Да ты знаешь, Киксиандр, ну и луначик, вода дико холодная! Не зря же мы море называем жидким снегом! Короче, предлагаю просто поваляться на солнышке и ждать, когда к нам придут знакомиться цыпочки! Цыпочки с тобой не будут знакомиться, потому что ты сегодня не чистил зубы, и у тебя из пасти воняет! Хи-хи-хи-хи! Ах ты какашка, это у тебя из пасти воняет! И вообще-то мы никогда не чистим зубы! О, смотри, одну человечиху тетку на берег выбросила! Не подходи к ней, вдруг она сдохла! Да не, вроде шевелится, значит не сдохла! Коржик, Кикс, ко мне! Ко мне, ко мне, ко мне! Пошли, 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 пошли! Не, старший человек, в этот раз без нас! Да, мы королевские псы, и не собираемся лезть в эту лужу! А вдруг в этой холодной воде мы отморозим себе генераторы случайных хоржат? А-а-а-а! Скорее! Коржик, спасай меня! А-а-а! Скорее! А-а-а! Там, кажись, старший человек тонет! Не ведись, это развод! Он тебя сто процентов дурит! Неужели человеки научились нас великому кожачьему коварству? Короче, нет, старший человек, тони там без нас! Ха-ха-ха! О, братело, я придумал, что надо делать, чтобы сюда набежали цыпочки! Надо эпично и пафосно бегать по берегу! А это точно сработает? Ещё как! А ещё надо попросить старшего человека снять нас слоу-мо! Разместим у себя в социальных сетях! Отличная идея! Эпично бежим в слоу-мо! Кобздык! 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 Коржатина! Перестань кричать «кобздык!» Это не эпично! Ну ладно, не буду! Ну что там, эпично? Эпично получилось! Эпично, да, эпично получилось! Парни, отлично! Давайте ещё раз попробуем! Старший человек, ты нас чё, специально загонять хочешь? Да, одной эпичной пробежки было достаточно! Э-э-э, ты чё творишь? Вы куда меня тащите, Иди? Что вы себе позволяете, Иди? Я не хочу в море, оно холодное! Спасите, помогите, собаки добрые! Слобные человеки хотят купить великого короля Корна Третьего! Капец! Меня нагрело жестким снегом с головой! Брателло, стекай, сейчас они за тебя возьмутся! Да, я чёрный лис! Я ужас, летящий на крыльях ночи! Я великий принц Кександр с четырнадцатый! Я не боюсь никакого жидкого снега! О, нет! Куда вы меня тащите, Иди? Что вы себе позволяете, Иди? Ура! Я уже плыву! А, блин, нет, пока ещё не плыву! Капец! Это издевательство над бедными собачками! Мы будем жаловаться! Коржик, выживай полицию! Да она сюда не доедет, это же дикое место! Вспомни, от наших домиков с лягушками мы сюда ещё с их силён миллионов часов ехали! Тогда давай как-нибудь согреемся! Например, поиграем в коржачий футбол! А то у меня зуб на зуб не попадает! Не, это тоже скучно! Брателло, предлагаю пойти и просто поваляться на пляже! Будем знакомиться с проходящими мимо сыпочками! Что-то я сомневаюсь, что здесь есть сыпочки! Слушай, человечка-тёчка, себе на попу свою шляпу напяль! Королевские корги не носят женских шляп! И вообще, это не гигиенично! Вдруг у тебя там блохи в голове живут? Сейчас как переползут на меня и будут кусаться! Капец! Ты видел какие волны? Это называется шторм! И нас туда хотели запихнуть эти дурацкие человеки! Ничего-ничего, брателло! Мы им обязательно отомстим! Вечером навалим кучку в кроссовки старшего человека! И свалим всё на белую собачку! Думаешь, прокатит? Всегда прокатывала! Кстати, а почему этот жидкий снег далеки синий? Ближе к берегу зелёный! А вот тут вообще белый! Это, кажется, какая-то пена! А, понял! Это кто-то в море купаться полез и шампунь разлил! Вот оно и пенится! Капец, жара на солнце! Я вот себе ямку прохладную выкопал и буду тут валяться! Ой, я тоже так сделаю! Сейчас вырую поглубже! Ваше Величество, а вы не могли бы потише рыть? Песок мне прямо в нос летит! Окей, тогда буду рыть тут! Да блин, горжатина! Ты отсидел? Ну всё, вроде бы тут нормально! Да блин, брателло! Ты думаешь, приятно, когда тебе вонючей попой гордо тыкает? У меня попа не вонючая, а симпатичная! Но потом я отомстил моему королевскому брату! И пока он спал, выложил у него на боку узор из ракушек! И теперь у него на шерсти останутся пятна от загара! Кекс, ты балбес! На нашей шерсти загар никак не появляется, в отличие от человека! А потом мы с брателлой играли типа в теннис! Ну как играли! Человеки-дядьки играли, а мы рядом бегали и гавкали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok